Добрый день, уважаемые слушатели! Сегодня я расскажу о довольно редких вариантах расположения верхней и нижней полой вены. Однако, несмотря на то, что такие варианты встречаются нечасто, их необходимо знать для того, чтобы отличать от других венозных патологий, а также для того, чтобы планировать сосудистые вмешательства, такие как установку центрального венозного катетера или имплантацию портсистемы, кавофильтра, а также планировать полноценные операции на органах средостений и забрюшином пространстве, так как наличие атипично расположенного сосуда не только существенно меняет план операции, но и повышает риск развития каких-либо сосудистых осложнений во время операции. Также аномалии развития полых вен нередко сопровождаются содружественными аномалиями других органов, что также имеет клиническое значение. Ну и, как известно, любая аномалия, она происходит до того, что в каком-то моменте нарушается процесс эмбриогенеза. Поэтому я остановлюсь на этом несколько подробнее, однако призываю не пугаться сложных схем, я сделаю это максимально кратко. Итак, в процессе эмбриогенеза на раннем эмбриональном развитии у плода формируются две венозные системы. Это передние кардинальные вены и задние кардинальные вены. Итак, передние кардинальные вены — это в будущем система верхней полой вены. Задние кардинальные вены пара — это в будущем система нижней полой вены. Сливаясь, они образуют расширение, которое называется венозный синус. И в этот венозный синус также впадают пара пупочных вен и пара желточных вен, из которых потом формируется внутрепечёночный сегмент нижней полой вены. Что происходит дальше? А дальше, помимо задних кардинальных вен, которые на картинке выделены синим, рядом формируется также пара субкардинальных и пара супракардинальных вен. Субкардинальный красным цветом, супракардинальный желтым цветом, которые между собой многократно анастомозируют и образуют вокруг аорты преимущественно такую густую венозную сеть. Что происходит дальше? Дальше венозный синус, вот это вот расширение, смещается в каудальном направлении, и система передних кардинальных вен, видим, да, также смещается в каудальном направлении и принимают продольное положение. И, по сути, в каком-то этапе эмбрионального развития у нас имеются две верхние полые вены. Между ними формируется анастомоз венозный, это будущая левая брахиоцефальная вена. Что происходит ниже диафрагмы, в системе нижней полой вены? Здесь задние кардинальные вены, напомню, синим цветом выделены, они уменьшаются и в дальнейшем регрессируют. Проксимальная их часть, правильнее сказать, регрессирует, а дистальная часть развивается в систему подвздошных вен. И далее в некоторых местах вены сужаются, венозно-настомозы облитерируются, и вот здесь картинка уже становится более нам знакомой. Мы видим, что в системе верхней полой вены облитерируется дистальная часть левой передней кардинальной вены, и образуется полноценная левая брахиоцефальная вена, которая, сливаясь с одноименной венной противоположной стороны, образует систему верхней полой вены. В нижней полой вене немножко все сложнее. Здесь, например, облитерируется в некоторых местах системы супракардинальных вен, например, в данном месте, и уже образуется система непарной и полунепарной вен. Дистальный отдел правой супракардинальной вены, вот он выделен желтым, он образует инфраренальный сегмент нижней полой вены, субкардинальные вены, выделены красным, они образуют супраренальный сегмент нижней полой вены и часть левой почечной вены. Ну и, собственно, анастомоз между субкардинальными и супракардинальными, красный и желтый, образует, собственно, ренальный сегмент нижней полой вены. Ну вот так вкратце выглядит эмбриогенез полых вен. Итак, перейдем непредседственно к аномалиям развития полых вен и начнем с верхней полой вены. Здесь встречаются две аномалии и чаще встречается удвоение верхней полой вены. Это аномалия, которая обусловлена нарушением процесса облитерации вот этого дистального отдела левой передней кардинальной вены. И, по сути, формируются две верхние полые вены, правая и левая, через которые осуществляется дренаж венозной крови от верхней половины туловища. Как видим это на картинке, две верхние полые вены. Между ними может в 35% случаев сохраняться венозный анастомоз. И чаще всего вот эта аномальная левая верхняя полая вена, она дренируется через коронарный синус в правое предсердие. Реже она может дренироваться в левое предсердие, приводя к сбросу крови справа налево и приводя к соответствующим гемодинамическим нарушениям. Распознать такую аномалию на компьютерных томограммах совершенно несложно. Мы видим на аксиальных срезах две верхние полые вены, правая, ее нормальное расположение, и левая верхняя полая вена. На аксиальных срезах также видим сообщение венозный анастомоз между этими верхними полыми венами, который в правой половине инфильтрирован опухолью средостения. Ну и 3D-реконструкции также хорошо видны две правые и левые верхние полые вены. Еще одной аномалией, гораздо реже встречающейся, является левосторонняя верхняя полая вена. Это аномалия, которая развивается вследствие нарушения облитерации левой передней кардинальной вены и в противовес взращении аналогичной вены с правой стороны. И таким образом формируется левосторонняя верхняя полая вена. И это более редкая аномалия, и она также может сопровождаться, точнее, верхняя полая вена может дренироваться в левой предсердии, и тогда частота врожденных пороков сердца возрастает, таких как дефект межпредсердный или межжелудочковый перегородок. Рассмотрим клинический случай. Видим расположенное слева от дуги аорты, верхняя полая вена, 3D-реконструкции, также все отлично видно, которое проходит в каудальном направлении, огибает сердце и впадает в правое предсердие. Видим это хорошо на корональных срезах. Прошу прощения на сагитальных. Перейдем к аномалиям развития нижней полой вены. И если вы помните, то нижняя полая вена, ее развитие сложнее по сравнению с верхней полой вены, соответственно, и аномалий развития здесь будет больше. И напомню, что эмбриологически нижняя полая вена складывается из разных венозных систем, и эти разные венозные системы формируют разные сегменты, и, соответственно, в каждом сегменте могут быть какие-то аномалии. Принципиально выделяют три сегмента. Это инфраренальные, ренальные и проренальные сегменты. Начнем с нижнего инфраренального сегмента. Здесь выделяют четыре аномалии. Первая аномалия – это транспозиция нижней полой вены или левосторонняя нижняя половина. Мы знаем, что нижняя половина в норме находится справа от аорты, но в случае, когда происходит инволюция правой, вот этой дистальной части правой супракардинальной вены, да, желтой, и наоборот персистенция левой супракардинальной вены, то формируется левосторонняя нижняя полая вена. Рассмотрим клинический случай. Видим на аксиальных срезах расположенная слева от аорты нижняя полая вена, да, и хорошо это видим на фронтальных срезах, левосторонняя нижняя половина, в которую впадает левая почечная вена, после чего полая вена пересекает аорту спереди, сливается с правой почечной веной и продолжает свой нормальный ход. Удвоение нижней полой вены встречается чуть чаще, и эта аномалия, как вы уже, наверное, могли догадаться, происходит из-за того, что остаются персистирующими две и правые, и левые супракардинальные вены. И таким образом формируются две нижние полые вены. Клинический пример. Например, видим две полые вены справа и слева от аорты, которые также хорошо видны на фронтальных срезах. Каждая нижняя полая вена сливается с почечной вены со своей стороны, и затем, объединяясь, они формируют нормальный супрарональный сегмент. Следующей аномалией инфраронального сегмента нижней полой вены является ретраковальный мочеточник. Такое необычное название. Можно подумать, что это аномалия, которая затрагивает именно нарушение развития мочеточника, однако это не совсем так. Это аномалия, при которой инфрарональный сегмент нижней полой вены развивается не из правой супракардинальной вены, а из системы задних кардинальных вен. Помните, они были в самом начале, потом они редуцировались, и осталась только дистальная часть, которая сформировала подвздошные сосуды. И вот если формируются нижние полы вены из задних кардинальных вен, они в процессе эмбриогенеза лежат немножко спереди и латеральнее по сравнению с нормальными правыми супракардинальными венами. И, соответственно, мочеточник становится как бы, он эмбриологически идет за вот этой вот сформированной иным способом нижней полой вены, и затем он описывает такой полукруг вокруг нижней полой вены, и примерно на уровне бифрукации выходит на переднюю поверхность. Чем это? Это аномалия, которая встречается только справа, да, то есть она затрагивает только правый мочеточник. И чем это для нас интересно? Нередко вот такое расположение мочеточника, оно приводит к обструкции мочеточника, да, максимальнее вот этого пересечения с нижней полой вены и рецидивирующим воспалительным заболеваниям мочевых путей. Ну, клинические случаи, заимствованные из литературы, отсроченная фаза сканирования, видим, да, такой расширенный правый мочеточник, умеренно расширен, который пересекает заднюю поверхность нижней полой вены, затем становится медиально, да, между нижней полой веной и аорто, и затем примерно на уровне бифрукации как бы выходит на переднюю поверхность. Да, и 3D-реконструкции, видим, вот он как раз-таки расширенная, максимальная часть, верхняя треть правого мочеточника, ну, собственно, нижняя полая вена. И последней аномалией развития инфраренального сегмента является аплазия инфраренального сегмента с сохранением проренального и печеночного сегмента. Это аномалия, которая происходит в результате тромбоза нижней полой вены, вот как раз-таки в этой инфраренальной части, в процессе, в перинатальном периоде. И в результате получается так, что система подвздошных вен дренируется в систему непарной и полунепарных вен. Крайне редко встречающиеся аномалии. Движемся дальше, переходим к ренальному сегменту нижней полой вены. Здесь две аномалии. Первая аномалия — это ретроартальная левая почечная вена. Еще раз напомню, что в норме левая почечная вена, вот она красно выделена, она формируется из венозных анастомозов вот этой вот субкардинальной вены. И эта субкардинальная вена, точнее ее анастомозы, они лежат перед аортой. И поэтому левая почечная вена в норме, развиваясь из этих венозных анастомозов, она лежит перед аортой. Однако в редких случаях, когда вот эта вентрально-венозная система, она облитерируется, то левая почечная вена развивается из системы дорозального анастомоза, то есть из анастомозов между вот этими желтыми супракардинальными сосудами, они лежат дорозальные аорты, и поэтому сформирована левая почечная вена, она лежит за аортой, ретроартально. Рассмотрим клинический пример. Левая почечная вена, которая пересекает середину линию за аортой и впадает в нижнюю полувену. Также хорошо это видим на корональных срезах. Последний вариант в ренальном сегменте нижней полувены – это ретроартально-добавочная левочная вена. В общем-то, все то же самое, только формируются две почечные вены. Одна формируется как бы нормальная из вот этого вентрального сплетения, и одна формируется, как мы уже обсудили в предыдущем случае, из дорозального сплетения. То есть формируются две почечные вены. Одна лежит перед аортой, другая за аортой. Клинический пример. Левая почечная вена, как правило, та, что развивается из нормального вентрального венозного сплетения, она лежит выше. И вот она, добавочная почечная вена, которая проходит за аортой. Корональные срезы также видим, вот она, добавочная левая почечная вена, которая ретроартально проходит, и она ниже отходит, точнее, ниже проходит. И нормальная левая почечная вена, в нее, вот видим, впадает яичниковая вена, которая также впадает в нижнюю полувену. И последний преренальный сегмент, здесь одна аномалия. Ей мы завершим наш сегодняшний доклад. Эта аномалия заключается в аплазии печеночного сегмента. При этом нарушается анастомоз между преренальным сегментом и внутрепеченочным сегментом. И преренальный сегмент дренируется в систему непарных и полунепарных вен и или. Клинический пример. Видим расширенная непарная вена, расширенная, вот она пересекает полунепарная вена, да, и в нее дренируется лево расположенная, левая нижняя полая вена. Да, такой вариант аномального развития. При этом печеночные вены есть, и печеночные вены дренируются непосредственно в правое предсердие. То есть у них отдельный путь своего дренажа венозного. На этом я закончу свое сообщение сегодня. Спасибо большое за внимание. Надеюсь, доклад был полезным. Продолжение следует...